Привет, меня зовут Елена Коваленко, и я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Итак, сегодня такая тема, о которой я очень хочу вам рассказать, потому что вопросы мне задают на эту тему практически каждый день. Что мне делать, если я начну снимать сториз? На какие темы мне их снимать, если я в бизнесе MLM? И я дам тебе 10 горящих тем в MLM бизнесе, на которых ты можешь снимать сториз. Итак, зачем же нам вообще нужны сториз? А вы знаете, что посты уже не так просматривают, как сториз? Поэтому обратите внимание на этот самый горящий инструмент для продвижения вашего бизнеса. Сейчас просто все с ума сходят на просмотре сториз. И давай подумаем, что же тебе в них показывать. Итак, первое, это очень интересная тема, которая волнует абсолютно каждого, у кого есть дети и у кого есть семья. То есть тема так и называется, дети и семья. Во-первых, показывай всякие прикольные штуки, которые ты творишь со своими детьми. Прогулки, походы, какие-то смешные детские истории и так далее и тому подобное. То же самое показывай с семьей, потому что люди, у которых есть семья, интересны то же самое. Не надо думать, что у тебя должно быть все шикарно, все как-то круто. Если твоя целевая аудитория это обычный человек с обычной семьей, ему хочется видеть точно такого же обычного человека. Поэтому показывай побольше, как вы куда ходите, чем вы занимаетесь, спорт, кафехи, парки и так далее. Обязательно снимай 2-3 сторис в день на эту тему. Вторая тема это животные. Если у тебя есть животное, оно однозначно прикольное. Многим нравятся животные. И если у тебя кошка вытворила какую-нибудь чудесную штуку, например, поела суп из твоей тарелки, ты это можешь быстренько снять, сделать видео или фоточку. Есть всяких куча прибамбасов в сторис, с которыми ты можешь это все дело обыграть. Снимай обязательно животных практически каждый день. Третья очень нужная тема это ссылка на твой пост. Посты надо писать 1-2 раза в день, потому что их сейчас не так много читают, но их должны читать, если твоя тема интересна. Поэтому, если ты написал классный пост, пожалуйста, анонсируй его в сторис. Возьми и сними на видео. Сегодня очень классная тема у меня в посте. Такая-то, такая-то. И заходи на мой пост, чтобы люди заходили и читали реально твои посты. Иначе быть не может. Четвертая тема это твои успехи в бизнесе. Естественно, каждый, даже малюсенький успех тебе нужно выставлять в сторис в виде фотографии, в виде скриншота, в виде видео. Пятое. Это успехи твоей команды. Мы, например, специально у себя держим такие чаты, в которых каждый может выложить свои успехи, успехи своей команды. И просто требуем, чтобы каждый пользовался этим моментом. И показывал, что у нас в команде есть постоянно какие-то достижения. Шестое. Это, конечно же, финансы. То, что человек хочет видеть. Что ты получаешь в своей компании. Какие подарки, какие денежные вознаграждения. То есть, все-все-все, что ты здесь получил, обязательно выкладывай в сторис. И ты эти сторисы можешь повторять каждую неделю. Следующее седьмое. Это, естественно, финансы и подарки людей из твоей команды. Потому что человек хочет видеть, что не только ты здесь зарабатываешь, а зарабатывают и все остальные партнеры. Восемь. Это всякие загадки и ребусы. Например, угадай, что лишнее в каком-то порядковом ряду. Это очень классный новый метод вовлечения для просмотра сторис. Девятое. Это опросы. Люди очень любят говорить да или нет. То есть, ты можешь какой-то опрос задать, где нужно четко ответить да или нет. Или задать просто какой-то вопрос, и человек тебе будет отвечать в личку. То есть, это тоже своего рода такая игра. Ну и десятый обязательный такой лайфхак на тему, что же снимать в сторис. Это путешествия. Люди обожают смотреть, как другие путешествуют. Поэтому, если ты куда-то поехал, неважно, это твоя страна, твой город. И есть, что показать красивого, снимай обязательно, рассказывая о достопримечательностях и исторических событиях. Людям это очень нравится. Также походы. Походы в рестораны, в театры, в какие-то места, цирк, все что угодно. Потому что это людям тоже интересно. Они хотят видеть, что ты такой же человек, как и они. И тоже любят путешествовать, как и они. Дам вам одиннадцатую тему бонусом. Люди очень любят смотреть, что же происходит за кадром. Снимайте за кулисья. Как вы проводите мастер-классы, как вы проводите встречи со своей командой. Как вы работаете онлайн. Это тоже очень-очень классно фиксировать в сториз. Итак, я дала вам аж 11 клевых тем для сториз на каждый день. И попробуй теперь мне только сказать, что ты не знаешь, на какую тему сегодня надо снимать сториз. Ну, мы с Дариной с вами хотим попрощаться до следующего видео. С вами была Елена Коваленко. Ставь лайки, подписывайся на канал. Пиши свои вопросы в комментариях. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Я обещаю, очень крутое видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok